Добрый вечер. В эфире программа «Диалог». В прямом эфире мы поговорим сегодня на тему «Стань донором, спаси жизнь». У нас сегодня в гостях заместитель директора Алматинского областного центра крови Серик Саменович Абдразаков. Добрый вечер. В первую очередь, конечно, хочется узнать, что можно назвать главным итогом прошедшего года. В вашей работе именно. Главным итогом прошедшего календарного года можно отметить то, что центр крови свои основные задачи выполнил. То есть основная задача областного центра крови – это осуществление деятельности по заготовке крови и обеспечение лечебно-правдивных учреждений Алматинской области компонентами и препаратами крови. Эту задачу центр крови выполнил в полном объеме. Все лечебно-правдивные учреждения были обеспечены компонентами крови согласно их заявок. Рекламации, претензии от лечебных учреждений в адрес центра крови не поступало. И пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить всех доноров города Талдыкурган, ближайших районов за активное участие в донорстве. Благодаря донорам у нас есть возможность осуществлять такую деятельность, проводить заготовку крови и проводить обеспечение лечебных учреждений компонентами и препаратами крови. Еще раз спасибо огромное всем донорам. А их много в области? В год принимают участие в донорстве от 10 до 11 тысяч доноров. Это жители города Талдыкурган, жители ближайших районов. Хочется отметить, что активное участие принимают в донорстве военнослужащие в воинских частях Талдыкурганского гарнизона. Особенно хотелось бы отметить войсковую часть 18404, военно-техническую школу. Вот они регулярно принимают участие в донорстве. Такого количества доноров у нас от 10 до 11 тысяч в год. А сколько крови за год собрали? И из них, если можно сказать, кровь была собрана качественная? В год центр крови заготавливает от 7 до 7,5 тысяч литров крови. Естественно, кровь не может быть некачественной. При заготовке крови мы должны обеспечить соответствующую безопасность и качество компонентов крови. Это у нас регламентировано нормативно-правыми актами. То есть есть определенные стандарты, которые мы обязаны соблюдать и выполнять при заготовке крови. То есть мы должны обеспечить инфекционную безопасность компонентов крови. Кровь должна быть проверена на инфекции. Это ВИЧ, гепатиты, ВС, сифилис, бруцеллез. То есть помимо этого мы должны обеспечить иммунологическую безопасность. И все лабораторные показатели, параметры в этих компонентах крови должны соответствовать стандартам. Все это у нас проводится. Все стандарты мы соблюдаем. Поэтому можно сказать, что качество и безопасность компонентов крови передаваемых в лечебные учреждения соответствуют стандартам. Вы говорите 7,5 тысяч литров. Хватает этого объема крови? Для нормального функционирования системы здравоохранения необходимо, чтобы количество доноров на тысячу населения составляло от 40 до 50 человек. В Казахстане эта цифра составляет в среднем 18. У нас приходится 18 доноров на тысячу населения. По Алматинской области у нас приходится 8 доноров на тысячу населения. Казалось бы, цифра маленькая, но тем не менее, крови достаточно. Говорить о том, что крови недостаточно, это было бы неверно. Согласно заявок лечебных учреждений, мы их обеспечиваем компонентами крови в полном объеме. Крови достаточно. А как с технологиями, с оборудованием и вообще материальными возможностями? По сбору крови и вообще с выездами. Как работа с населением проводится? Наличие специализированного медицинского оборудования играет большую роль. Начиная с 2008 года по 2012 год произошли большие изменения в службе крови Республики Казахстан. Была практически обновлена вся материальная техническая база организации служб крови. Появились новые инновационные технологии, используемые при заготовке крови. Все это позволило поднять безопасность и качество компонентов крови на более новый, высокий уровень. Наш центр крови также претерпел все эти изменения. Многие ведущие трансфюзиологи Республики Казахстан называют эти все изменения просто революционными в сфере службы крови. То есть, если сравнивать с той ситуацией, которая была в 90-х годах и которая с 2008 по 2012 год у нас пришла, то здесь ощущается очень большая разница. Специализированное оборудование мы обеспечены в полном объеме. Также применяем мы инновационные технологии в процессе заготовки крови. Это цитоферез, плазмаферез, лейкофильтрацию, вирусную активацию. При обследовании донорской крови на инфекции появились также новые методы. Это ИХЛА, ПЦР-анализ. Все эти методики у нас применяются. То есть, это соответствует международным стандартам, можно сказать. Все эти методики соответствуют. Стало легче работать? Да, стало легче работать. То есть, это уже другой уровень совершенно. Не тот, что был, допустим, в 90-х, в начале 2000-х годов. То есть, вот эти инновационные технологии, как я уже сказал, позволили поднять всю эту деятельность на более новый, более качественный уровень. Хочу напомнить нашим телезрителям. Телефон прямого эфира 400109, год города 87282. Если у вас есть вопросы, звоните, задавайте. Мы работаем в прямом эфире. Скажите, пожалуйста, вот стимул какой-нибудь на законодательном уровне для доноров делается? Да, в соответствии с нормативно-правовыми актами, это постановление правительства Республики Казахстан донору на безвозмездной основе. То есть, у нас доноры подразделяются. Доноры на безвозмездной основе, доноры на платной основе. Доноры на платной основе, в основном, это доноры, у которых редкая группа крови. Это средства отрицательной крови. Но основная доля доноров у нас доноры на безвозмездной основе. Сейчас во всем мире тенденция такова, что донорство у нас все более приближается к безвозмездному. То есть доля безвозмездного донорства в процентном соотношении, где-то 95% это у нас безвозмездных доноров и 5% это доноры на платной основе. Донору на безвозмездной основе выплачивается разовая выплата в размере 25% от минимального месячного расчетного показателя. Донору плазмофореза выплачивается 4 минимальных месячных расчетных показателя. Донору клеток выплачивается 8 минимальных месячных расчетных показателей. Все это законодательно закреплено. Кроме того, донору выдается справка об освобождении на один день согласно постановлению правительства Республики Казахстана. Но, допустим, если учитывать опыт других стран, то в некоторых странах все-таки доля донаций на платной основе остается высокой. Хотя я уже сказал, что тенденция такова, что доля безвозмездного донорства с каждым годом становится выше и возрастает. Вы сейчас говорили, что платные доноры это какие? Какая у них кровь? Это в основном доноры с резус отрицательной принадлежностью, 3-4 групповой принадлежности. На них составлена отдельная информационная база. В случае, допустим, необходимости мы просим их оказать помощь. И хотелось бы их поблагодарить. Их много? В нашей базе где-то около 150 таких доноров информационной базы. Скажите, какая кровь более востребована? Положительная или отрицательная? Больше какую сдают или спрос просят в этих учреждениях? Ну, естественно, в основном в лечебном учреждении мы выдаем кровь с резус положительную. Все-таки резус отрицательная кровь, она востребована меньше. Но бывают некоторые ситуации, допустим, когда внезапно пациенту, больному необходимо кровь с резус отрицательной принадлежности. Бывают такие случаи. Но редко. Да, но редко. Вот постоянный спор, о котором я часто вот слышу, это вот определение резуса фактора, который из них лучший. К примеру, говорят, что четвертая группа крови это самая лучшая, поскольку туда можно влить любую кровь, поэтому четвертая считается самой лучшей. А после идет первая группа крови. У вас, вот у специалистов, которые именно занимаются кровью, какая кровь, какая группа лучше? Качество крови не зависит от групповой принадлежности и от резуса принадлежности. Качество крови зависит от технологии заготовки, от обеспечения, допустим, я говорил выше, инфекционной, иммунологической безопасности, прочих параметров. Но групповая принадлежность и резус фактор не оказывают влияния на качество крови. То есть качество крови обеспечивается в процессе заготовки, в технологическом процессе заготовки крови. А то, что, допустим, от природных качеств, природные качества крови не влияют на само качество как таковое. Но тогда откуда пошел этот разговор, что четвертая такая, что можно влить туда любую кровь, откуда это пошло? Нет, есть правила переливания крови. По правилам переливания крови, допустим, для пациента с первой групповой принадлежностью необходимо переливать только первую группу крови. Пациенту со второй группой принадлежности только второй группой. С третьей группой, соответственно, третью групповую принадлежность и четвертую, четвертую. Но в прошлом, значит, разрешалось групповую принадлежность первой группы переливать остальным группам. В данный момент этот стандарт пересмотрен, поэтому в правилах переливания крови нужно именно переливать ту группу, которая соответствует пациенту данному. Хочется узнать, это задавали наши телезрители, можно ли сказать, что полностью исключена возможность заражения от перелитой ему крови? Как у вас с этим? Было время, помните, мы никак не можем забыть, что было в Шенкенте, мы до сих пор не можем забыть, и первый донор, который еще никогда не ходил в центр крови сдавать, вот у них всегда сомнения, боятся заразиться тем же бруцеллезом. Насколько они защищены? Как я уже говорил выше, при заготовке крови мы должны обеспечить соответствующую инфекционную безопасность, то есть донорская кровь у нас обследуется на следующий вид инфекции, это ВИЧ-1.2, вирусные гепатиты ВС, сифилис, и мы, Алматинская область, как эндемичные по бруцеллезу, дополнительно обследуем кровь еще на бруцеллез. По данным за последние 5 лет случаев таких, чтобы пациента заразили через переливание крови, таких данных не зарегистрировано. Международная статистика, значит, данные по международной статистике говорят о том, что у них на тысячу переливаний, на миллион переливаний, то есть на миллион переливаний приходится один случай заражения гепатитами. У нас в республике пока данных о таких статистических исследованиях нет, но таких случаев, ну у нас, в частности, в Алматинском регионе таких случаев не было зарегистрировано, чтобы через переливание крови кого-то заразили. Все эти мероприятия соблюдаются? Да, я же сказал, что мы все стандарты обязаны соблюдать и обеспечить на ложном уровне инфекционную и иммунологическую безопасность компонентов крови. Буквально пару лет назад Ваша организация часто выезжала в организации, ну в учреждения, в различные, на массовый забор крови, а последние годы перестали это делать. То есть с чем это связано? Нет, мы не перестали это делать. Некоторые организации, вот город Талдыкурган, обращаются к нам, мы к ним выезжаем, проводим организацию донорства, дни донора у них в организациях. Есть такие случаи у нас в этом году, мы выезжали неоднократно, ежегодно выезжаем. Ну все-таки реже, видимо, начали выезжать. Да, стали реже. Связано это с тем, что ужесточились требования, то есть к качеству крови. Поэтому некоторые лабораторные исследования в выездных условиях проблематично выполнять. Поэтому мы стараемся больше доноров приглашать в областной центр крови. Во всех медицинских учреждениях ощущается дефицит кадров. Как в службе крови кадровая проблема решается? Или достаточно у вас? Кадровая проблема, как таковая у нас на данный момент, не существует. Кадры мы обеспечены на 100%, и большой текучи кадров у нас практически нет в центре крови. Кадры у нас квалифицированные, хорошо все обучены, сертифицированы. Поэтому в вопросах кадров у нас особых таких проблем не ощущается на данный момент. В целом, сколько человек у вас работают? И чтобы к вам устроиться на работу, к примеру, молодому специалисту, что надо закончить? И где надо пройти какую-то практику, может быть, я не знаю, что надо сделать? С учетом нашего филиала, у нас в Каскелении есть филиал, количество сотрудников на данный момент 119 у нас, где-то 150 штатных единиц. Но если есть такие желающие к нам устроиться, то, пожалуйста, наши двери открыты, приходите. Врач нам нужен, терапевт. В отношении среднего медицинского персонала можно сказать, что пока кадры нам на данный момент не требуются. Но все-таки, может быть, лет через 4-5, возможно, и возникнут кадровые вопросы. Своих специалистов сами не готовите заранее? Есть же организации, которые заранее готовят своих специалистов и потом трудоустраивают у себя? Мы проводим обучение наших сотрудников согласно плана. Обучение врачей у нас идет в головном. Головная организация службы крови – это научно-производственный центр трансфузиологии, город Астана. Там мы обучаем врачей. Средний медицинский персонал тоже ежегодно проходит обучение. Но где-то заблаговременно кого-то готовить, такой практики у нас нет. Скажите, вот сегодня сколько человек у вас работают цело? 119 человек. Их хватает на все население Алматинской области? Вместе, вот мы уже говорили, сказки, Лена. Чтобы провести заготовку крови в нужных объемах, количество персонала медицинского достаточно у нас. На данном моменте достаточно. Потому что за последние годы многие процессы стали автоматизированы у нас. Появились автоматические анализаторы. Поэтому особого такого дефицита в кадрах мы не испытываем. С этого же года работает система ОСМС, обязательного социального и медицинского страхования. Эта система на вашу работу влияет? Или вы можете работать без? Нет, почему? Работа... Эта система оказывает, конечно, влияние. У нас заключены договора с фондом социального и медицинского страхования. То есть финансирование теперь у нас идет из фонда. И второе. Наши сотрудники тоже застрахованы. Ежемесячно осуществляется перечисление в этот фонд. Но компонентами крови мы обязаны обеспечить. В любом случае, в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи мы обеспечиваем все лечебные учреждения. Какие изменения в целом здравоохранения с этого года есть, имеются? Если есть, что делается в вашей организации? В нашей организации, вот я как уже отметил, финансирование у нас с фонда медицинского и социального страхования. Потом мы пересматриваем некоторые направления деятельности. Объемы заготовки крови, возможно, они будут скорректированы или в сторону увеличения, или в сторону снижения. Проблемы, конечно, в работе возникают. Их надо решать, планировать. Вся наша деятельность основана на планировании. То есть мы заблаговременно от медицинской организации получаем заявки на обеспечение компонентами крови. Потом проходит анализ этих заявок, определяется, какой объем крови нам необходимо заготовить, какое количество средств на это все у нас уйдет. Все это считается. И лишь после этого мы приступаем к непосредственной организации мероприятий по заготовке крови. А как с заработной платой у ваших сотрудников повышение было или ожидается, или как оплачивается их работа? Повышение два раза было. В прошлом году было повышение на 30%. В этом году подняли заработную плату врачам на 30%, среднему медицинскому персоналу на 20%. Но это все согласно постановлению правительства Республики Казахстан. Все эти мероприятия у нас проводятся. В одно время говорили, что для центра крови вот этого имеющегося здания не хватает? Его маловато или нет? Нет, я бы не сказал, что маловато. Наоборот, количество помещений у нас достаточное. Условия, то есть по заготовке крови, они у нас просто идеальные. Общая площадь, допустим, нашего областного центра крови 3354 квадратных метра. Здесь фериали 576 квадратных метров. Количества помещений у нас достаточно. Все инфраструктуры у нас имеются. Это электроснабжение, водоснабжение, канализация, вентиляция, кондиционирование. Все это имеется у нас, все в рабочем состоянии. Помещения у нас все отремонтированы, расположены в логической последовательности производственного цикла. То есть с этим проблем у нас нет. Можно даже сказать, что это с избытком у нас. Вот это квадратные площади, они у нас с избытком. Поэтому всего достаточно. А как с передвижными центрами? Они у вас... Передвижной центр у нас автобус был. Автобус оборудован для проведения заготовки крови в выездных условиях. Донорские кресла монтированы. Холодильник там имеется. В случае необходимости мы в любое время можем этот автобус использовать в случае заготовки крови в выездных условиях. А бывают такие моменты, когда человек приходит, и вы отказываетесь брать у этого человека кровь? Был же такой случай, когда это было дело резонансное, что отказали принимать кровь, поскольку какие-то были причины. То есть отказали донору в заборе крови, чтобы он принял участие в донорстве. Но я, как уже говорил, перед тем, как сдавать кровь, мы должны обязательно проверить донора. То есть стандарты есть, определенные стандарты, которых мы должны придерживаться. Обязательно мы донора должны проверить по единой информационной базе доноров, чтобы он там не состоял на диспансерном учете. Затем есть определенные правила по соблюдению диеты. То есть если донор накануне или на завтрак употребил очень жирную пищу или некоторые продукты питания, которые могут вызвать хиллез в крови, то мы можем не допустить этого донора, а к донации сегодня именно по беседовостям и рекомендовать ему после соблюдения всех правил прибыть для участия в донорстве на следующий день или в течение этой недели. Но это же не всегда получается. К примеру, мы на своем опыте знаем, когда, например, у сотрудника родственники попали в аварию или там сложная операция, кровь нужна, и мы поддержать своего сотрудника, бежим в центр крови и сдаем. Это бывает не с утра натощак и не подготовленные. Идем сдавать, ну, помочь нужному человеку. Как быть в таких случаях? В любом случае у центра крови имеется определенный запас крови. То есть у нас недельный запас есть. Это недельный запас 600 доз компонентов крови. Мы обеспечим на 100% любого пациента. Но если друзья, родственники хотят оказать помощь, хотят проявить милосердие, то, пожалуйста, не обязательно именно в этот день надо прийти и принять участие в донорстве. Это можно сделать в любое удобное для вас время. В течение этой недели или в течение последующей недели. Даже в течение следующего месяца, если вы к нам придете, мы будем вам рады. А такого случая не будет, что этому человеку не окажут? Или такого уже нет? Нет, такого нет. Я уже сказал, у нас недельный запас крови есть. Это у нас 600 доз. Мы обеспечим. В любом случае, сполна обеспечим на все 100%. Это замечательно. Спасибо вам большое за содержательную беседу. Вы прям подробно рассказали о системе забора крови. Спасибо большое. Мы благодарим наших телезрителей. Встретимся ровно через неделю в это же время. До свидания. До свидания.